И снова здравствуйте! Случился у меня на днях запрос в инстаграме на мою декоративную косметику Всю такую, всё что есть Я так понимаю, что такие ролики надо писать как минимум раз в полгода Потому что что-то подобное у меня по-моему ещё было на канале как минимум раз-то точно В общем, мне кажется что-то у меня может быть уже даже просили Но я как бы забыла, а тут написали в инстаграм Предложили запросы, я как бы хотела вроде даже вчера Ну что-то я тут, зубик у меня растёт медленно, но верно И я вся такая сонная, два дня была Вот, сегодня я сподобилась У меня вот в такой фашевской косметичке это всё барахлое находится Тут даже накличка от яблочной смоквы Та, которая послужила началом моего реального общения с одной из моих подписчиц Уже такая помятенькая она, эта косметичка Но ничего, будет так живая Буду доставать Если лак, то доставать кисточку и показывать её Если не лак, то может быть постараюсь даже сделать сводч Один из лаков у меня вот тут Вот он Ну и красная помада, которая года три уже назад покупала В магнит косметик Ярославле на губах Это правда не декоративка, но вот от одной моей бывшей подписчицы Блогерша Тани Китаева Вот такая штука Ноготь один обломился, где-то на глубине сибирских руд лежит Да, да, если вам интересен такой формат видео То оставайтесь за мной Забыла, наверное, рассказать это Короче, дальше, девчонки Я знаю, что некоторые из вас, мои подписчицы, мне что-то дарили Я в упор не помню, что от кого Вот это вот Так что, если я вдруг вспомню, но при этом мимо попало Вы меня простите, пожалуйста Можете мне в личку подобно писать Ах, ты беспамятная, Лёля, блин Если вдруг чего-то шарахнуло, то это у нас некто Это из какого-то там этажа, с балкона Мимо моего профинтюрила вниз только что Так Инфин Инфинити, да Да, Инфинити Шайн Лип Глосс Катрис Вот такой вот розовый блед для губ Я не буду его тестить, хотя могу В принципе, я его иногда использую как сам по себе Иногда как поверх чего-то Если он сейчас вот Немножко странного цвета То это я его поверх чего-то наносила В общем, он в принципе такой Ну ладно, попробую сделать сводч Он такой прозрачный, с блёсками С шиммером, розовый Прозрачно-розовый Да Он вполне себе прозрачно-розовый Прилично наносится Ну, в смысле, нормально Наносится, не растекается Ну и как обычный блед для губ Он как бы слегка липкий Вот обычно вот в таких вот Флакончиках они слегка липкими и бывают Ну, с кисточкой Но мне кажется, что Блед для губ и должны быть липкими В общем, блед для губ раз Так, оно вообще видно будет Ну, я потом, если что, вам как-то, может быть, покажу А так, в принципе, вы это всё видите И так в руках у меня Так, тоже кто-то из подписчиц Дарип Прима Глав Эссенс Шайн 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 Лип-глосс Всё уже тут практически стёрлось Но у него срок годности ещё до мая Позаследующего года До мая 20-го года, короче говоря Очень такой интересный Мне кажется, что это вообще, можно сказать, жидкая помада Тоже очень хорошо наносится Кисточка очень много на себя берёт В хорошем смысле слова Он не липкий, мне кажется И он, по-моему, долго так вот держится Не съедается, не стирается И вообще, как-то так увлажняет даже губки Короче, он мне нравится В принципе, мне и тут нравится Всё, что тут есть, оно мне нравится Так, кривенько как-то вышло А ещё он вкусно пахнет В общем, кому-то из подписчиц Спасибо и спасибо Честно, не помню от кого Что от кого Раньше ещё помнила Но сейчас уже не помню У меня рука тянется А вот слайки некоторые помню от кого Вот этот лак у меня на руках Если много на кисточке было То вот таким слоем Цветом будет лак В один слой А если немного Или уже осталось То чуть посветлее Практически вообще будто Другого цвета лак Это у нас Сиатэ Скорее всего Так, наверное, считается Два-четыре месяца после вскрытия Ещё год может открытым быть Бантик тут такой симпатичненький Это мне дарила подписчица Елена Которая Минск-Москва В прошлом году была такая огромная посылка И я там в одном моменте так Потому что там были духи Которые я даже не ожидала увидеть В общем, сейчас я вам Вскрою В общем, очень удобная кисточка Он довольно быстро высыхает Во-первых, очень удобно Накладывать, наносить на ногти Правда, иногда я тороплюсь Мне потом приходится Счищать то, что на кожу попало Какой-нибудь жидкостью для снятия лака Но вот если не тороплюсь То ничего не приходится стищать Один из немногих лаков Которыми очень удобно пользоваться Ну и плюс он быстро сохнет Спасибо, Ленке Другие две не обижайтесь Может быть, я вспомню ещё от кого ещё Вот это я покупала сама себе Я думала, что это Ам, оказалось, Камел Интенс Колор Липстик Дикий Красный Номер 6 Он уже давно так как-то уделался Я и то пользуюсь, то Как-то не пользуюсь То пользуюсь ей Поверх ещё В лес, который там будет От Кельвин Кляя Иногда её накладываю На какой-нибудь бальзам Для губ Просто типа гигиенички Вот такая вот она Ох, слушайте Я тут где-то уже Одну треть, наверное, уделала Да-да, я снимаю При свете лампочек И где-то сейчас уже Почти, наверное, 10 вечера Как-то раньше у меня не получилось Можно в один слой нанести Я, в принципе, в один обычно наношу Можно в два Итак, она вроде как красненькая Но вот Не такая, чтобы совсем кирпичная В общем, нравится она мне Иногда, когда губы сухие Лучше всё-таки бальзамчик А потом её Иногда, когда губы не надо Ну, не настолько Они бывают, что сохнутые Иногда в нормальном состоянии Можно и так нанести Я в курсе, что бьюти-блогеры Сначала наносят на губы Бальзам, потом помаду Потом поверх ещё блеск Потом карандашом это рисуют Иногда ещё какой-то праймер Не праймер Помада Ну, короче Кучу какой-то косметики На себя нафигачивают Ещё от этой девочки Был запрос на мой макияж Но из всего макияжа У меня только губы Поэтому с этим опять же облом Вот я достала Фиолетовую помаду Только что до этого снимала Наконец-то обзор Аниме в плейлист свой Лёля советует, скажем так И там бы его можно было Но у меня рука дотянулась От что-то только вот До красной помады Которая сейчас на мне до сих пор Пыталась найти Пыталась найти Всё, что доставалось Было что-то не то Даже лак достался Это мне задарил Товарищ, бывший подписчик Влад Который мне чай закидывал В посылках Почему бывший подписчик Что-то у нас с ним не срослось Не сошлись мы во мнениях Скажем так Но я думаю, что есть люди Которым тупо нравится Смотреть кого-то И без разницы Как человек к этому Кому-то относится Есть, ну, которым нравится Это творчество А есть, которые что-то от вас ждут Вот я думаю, что он Что-то от меня ждал И вряд ли ему Уж так сильно нравилось Мое творчество Иначе бы не отписывался Не банил бы и так далее Короче, в общем, он решил Что у меня был парик До этого фиолетовый Но он не выдержал переезда И умер Ушел на помойку И задарил мне вот такое Вот, там еще одна от него есть В принципе, такое Чисто за роликов Народ пугать на улице LC Точнее, L, S Как доллар CL06 Это у нас NYX Liquid Sweet Кремовая помада И что-то больше ни черта 6 месяцев после вскрытия Я ее даже уже Как куда-то мазала Ой, очень много взяла Мне, в принципе, нравится Помады NYX Правда, я с ними познакомилась Тоже, опять же, благодаря Подписчикам своим Первой, кто мне подарил Диляра У меня одна помада Ее Расходовалась А другая еще живая Она тут Я ей пользуюсь Периодически В общем, вот такое Вот Фиолетовое чудо Но все-таки Этот блеск От Essence Очень вкусно пахнет Я вроде как Сытая Но Он пахнет Ну, тоже Спасибо, Влад Что за юзом Фигли Иногда Даже чисто Для эпатажа У меня тянется Рука К Бесконечный Совершенно Блеск для губ Красный Скрин Сирин Сирина В общем, какая-то там Сирина Это от Кельвин Клайна Тут у нас Сколько хоть грамм 5,5 граммов И я иногда Его вот поверх Той красной помады Наносила Еще поверх Какой-то У меня и фрашевская Была, но ее уже 100 лет нет Когда-то Я делала заказ На клубнике Когда он еще был Неогрусифицированный И там было все Вменяемое Непонятно что А не непонятно что Как потом стало Не знаю вообще В каком состоянии Сейчас этот сайт И мне в подарок За первый заказ Положили вот этот блеск Вообще я выбирала Там немножко другой цвет был Но видимо Или компьютер Не так цвет передал Или они там что-то Не поняли Или еще что В общем, они вот Такой красный Мне прислали Он с эфирным маслом мяты С ментолом И у него такой Этот увеличивающий Эффект Увеличивания объема губ А он слегка Восхолодит Я им даже рисовала Не поверите Люди рисовала На акварельной бумаге Думала Ну все, наверное Закончится Да ни хрена Сейчас я тут Где-нибудь проведусь И он дофига Еще набирает Ну да Кстати, с ним Им удобно пользоваться Он, конечно Местами Чутка липкий Не то чтобы он липкий Он растекается Если им самим Без всего пользоваться Но чисто чтобы Поверх помады Или для того Чтобы записать ролик Он еще успеет Я успею записать Допустим ролик Он еще не растекся А так вот Если на выход куда-то То он реально растекается В общем вот Такая Практически капля крови Вот с этим вот Ногтем Очень сочетается Так видно Не видно Мне-то видно Вам надеюсь Тоже видно Спасибо мне Тут в общем Две помады Ими не меня Ну в принципе Как бы Я могла бы не делать заказ И я соответственно Это не получила Поэтому Тут у меня Три блеска От подписчиков Лак от подписчика И блеска Помадка Мои Вот эту Помаду Мне дарила Настя Лукьянова Ссылку на канал Я ее оставлю В инфобоксе Мы с ней Когда-то Познакомились Благодаря одной Моей знакомой Она вела канал Пока не стала мамой Сейчас не знаю По-моему Она уже несколько месяцев Не снимала видео Но вдруг Мало ли Пройдете по ссылке Посмотрите ее ролики Может вас Она заинтересует Подпишитесь на нее Фаберлик 41042 Вот такая вот Помадка Если у вас Сохнут губы То надо Очень сильно Увлажнить Бальзамчиком А потом ее уже Потому что Она очень плохо Ложится на сушеные губы Скажем так На неувлажненные губы Но если Вот допустим Сейчас Она почему-то Идет нормально Вот зимой Внезапно пошла нормально И в принципе Она такая интересная Коралловый Такой цвет Я и то пользуюсь То забуду О ее существовании Ну и да С Настей Лукьяной Соответственно Мы тоже больше Не общаемся И в принципе Я как бы Не против Если бы она хотела Она бы писала Но она мне не пишет С тех времен Наверное Как я не смогла По состоянию здоровья Съездить на ДР К той знакомой Моей Которая нас С ней познакомила Масломасляная Вот такая вот Помадка Спасибо Насте Если ты вдруг Когда-нибудь Снова будешь Смотреть мои ролики Мне она нравится Хорошая такая помадка Несмотря на то Что фаберлик Просто у меня С фаберликом Как-то На некоторые продукты Слишком аллергия Ну вот Видимо Красящий Фаберлик Вполне себе Ничего Вот такое вот оно Вот он И я знаю Доллар Доллар М Л Си 27 И это у нас Мадрид Она поменьше Сама по себе Очень хорошо И легко Наносится Хорошо увлажняет губы Долго держится В общем Даже если кажется Что она вроде как Съелась Нифига Она часов 8 Держится Если не больше На губах Ее можно удалить Потом какой-нибудь Пенкой для умывания Каким-нибудь Мицелляркой Тоником Или типа того Увлажняет губы Сначала вроде как Такое вот Ну Ощущение на какой-то На губах Какое-то время Ее ощущаешь А потом она Видать Сливается с тобой С твоей тушкой И уже Как в родная Очень она мне нравится И сначала Она набирается Очень много И вот Именно это Очень много Один раз Набрал сверху Пронес Вот так вот Сделал И кажется Что все равно Ее очень много Я ее Чищаю Так счищаю Счищаю Но все равно Много И потом Та которая Предыдущая Закончилась У меня Я Очень надолго Ее хватает Хотя вроде Такой вот Малюсенький Тюбичек По сравнению С тем же Допустим Фиолетовым Но Все равно В общем Очень экономичная Помадка Очень классная Легко наносится Не течет Ничего там Никуда не девается Но это Кремовая помада Спасибо Диляре Вот вам Этот Кулак Я думаю Надо будет На другую руку Наверное Фигачиться И мне Вот такой Цвет Очень нравится А мне Практически Все цвета Нравятся Даже Вот этот Фиолетовый В общем Еще одна Уже Пятая Помадка Вместе с блесками От Попышчицы Это я себе Как-то покупала Лак Я забыла Что он у меня Еще есть Надо удобрить Ногти А то у меня Сегодня кусочек Отслоился Давно Давно Такого Не было В магазине Когда была Отслоился Но обзор Того Что я купила В магазине Не стала делать Потому что В основном Я там покупала Подарки на Новый год Поэтому Как-то Вот Такой Вот Это белорусский Мне кажется Лак для ногтей Вообще Это какой-то Лечебный Лак Голубой Гель С кальцием Когда у меня В 2010 Году Стали Расти ногти На руках После того Как я заболела Ветрянкой Три недели Проболела Об этом Я уже много раз Договорила Ну Вот Вспомнила То Я им удобряла Ногти На год Мне тогда Хватило Этого флакончика И вот Он Как бы Я боялась Что он застыл Но он Вполне Еще Ничего Это уже Спасибо Мне Что я его Нашла В магазине Покупала Еще Примерно В это время Наверное Покупала Даже Нет В октябре Скорее Все Покупала В месте Когда Ко мне Приезжала Моя Бывшая Знакомая Которая Меня познакомила С Татьяной Лукьяновой Скажем так И она Была В магазине Который Был Напротив Моей работы Допустим Через Коридорчик Там Как раз Вот этот Продавался Вот Меня Рука Достала Второй Подарок От С С Которая С Л 0 5 Тут Кстати На крышечке Такая Типа Как Черненькая Стразинка Наверное Или Типа Того Имитация Чего Ну Тоже Я уже Ее Наносила На губы Это Чисто Так Для Апатажа Чисто Для Роликов Там Под Аниме Что-то За Косплей Под Мой Теперь Светло-фиолетовый Парик Под Цвет Волос Судзуна Если Судзуна Не Стала Волшебницей Скажем Тогда Отсылка К манге Которую Я Подобрала Перевела И Она Теперь Давно В общем Доступ От Чтения Кто-то Меня Даже Помнится В Каментах Потом Называл Пингвинов Так Во Бавцы Красе Я Практически Блюки Блогер Люди Я Тут Свощей Надела Я Еще Подумала Взять С собой Возичку С огурцом От Алены С Украины Кстати Тут Какой-то Из ее Блесков Стопудово Есть Но Я Не Помню Какой Конкретно Знаешь Какой-то Блесков От Лельки Есть Которая Из Тюмени Но Вот Тоже Не Помню Какой Конкретно Поэтому Не Стала Называть Потому Боюсь Путать Что От Кого Ну Еще Думаю Что Взять Вот Так И Буду Смывать Кстати Этот Клейнер Сито Слегка Подтекает Смотрите Так Вот Как Кровь Такая Вот Красный 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 Ну И В общем Короче Говоря Да Вот Я Такой Бьюти Блогер Что-то Я думаю Ну Тут Геморрится Пусть Стоит Как Есть Шестая Короче Это У нас Блескопомадная Штуковина Седьмая Блескопомадная Штуковина Не Помню То ли От Лёльки То ли От Алены То ли Еще От Кого Тоже От Подписчиков Короче Кто Это У Нас Клиник А 56 Вот Такой Вот Выдвижной Карандаш Я думала Осталось Но Я все Таки Его Юзаю И Он Мне Очень Нравится Он Такой Вот Меня На Обзор Мыло От Эйвен Женька Меня Им Губы Красила Короче Он Он Такой Как Бы Не Знаю На языке Слово Нют Крутится Но Я Не Уверена Короче Он Как Бы Такой Интересного Цвета И Слегка С блестками Слегка Нет И Допустим Мои Чуть Он Не Раздражает В От Подобной Помады Как Была От Ник Но Немножко Другая Более Яркая Она Считает Что Они Как То Не Так Не Катят Легко Наносится Удобный Вообще Такой Вот Можно В один Слой Нанести Можно Побольше Я тут Слегка Намалевала Спасибо Дарителям Да Седьмой Я уже Говорила Да Два Три Четыре Пять Шесть Семь Так Это Не Тут Ну У меня Тут Не Только Декоратив Тут Просто Что Еще Иногда Лежит Красный Лак У Пор Не Помню От Кого А Я Все Так Открыла Он Такой Жиденький И Он По Моему Вот Лучше Наносить Несколько Слоев Насколько Мне Помнится Потому Что Очень Жиденький Когда Я его Наносила Что Казалось Что На Ногтях Будет Такой Ж Красный Но На самом Деле Он Был Совсем Даже Какой Ближе К Алому Что Это За Фирма Вообще А Это А Мне Задарил Такой Красный Лак От Тариф Спасибо Кому Честно Не Помню Наверное Тоже Какая Подписчица Короче Вот Тут Второй Лак От Подписчицы 7 Дум Этот Мне По-моему Дарила Моя Бывшая Знакомая Можешь Сказать Тоже Бывшая Подписчица Потому Что Она Сказала Что Она От Меня Отписалась И Меня Смотреть Не Собирается Больше Ну Да Благословит Ее Удон Это Стеллари Лак Тон 15 Декаданс Красный Лак С блестками Вообще Это Типа Шиммер Я не люблю Лаки С шиммером И до хрена Сотрешь Этот лак Краска Обычно Въедается Стираешь Эту краску Хорошо И все равно Какой-то ободок Остается Всегда На ногтях Но Этот шиммер Он потом Не только На ногтях Он на руках На чем угодно В общем Я как-то Не проникаюсь Этим лаком С шиммером Так же Как не понимаю Эти лаки Топы Однажды Настя Лукьянова Мне задарила Лак Лак И назвала Его топом Я Не знаю Вообще Есть он у меня Откинулся Он Или Хз Я помню Что какой-то лак Я его пару раз Поюзала И он у меня Высох Может быть И ее Не Я ничего Не имею ввиду Человек Хотел сделать Как бы Приятное Но В общем Что-то Я не люблю Эти лаки С шиммером Вот такая Вот кисточка Не помню Как наносится Но по-моему Он дохрена Долго сохнет Но я его Где-то На одну Четверть Истратила Хоть сейчас Уже не видела Потому что Я его Протрясла В общем Третий лак От подписчицы Пусть уже бывший Бальзам Для губ Покупала В Ашане Года два Наверное Уже назад Или полтора Хз Потому что И вот Когда наносишь Он кажется Прозрачным А потом Он слегка Такой Бледно-зеленый Что-ли Не знаю У меня была Такая помада Просветляющаяся Она Али когда-то Заказывала Себе И тому парню В смысле Своей подруге Еще одной подруге И себе Долго она у меня Жила Она была зеленая Ну немного другого Цвета зеленого Типа мятный Да Хотя мятный цвет Совсем другой Люди которые называют Мятный мятным Они мяту просто Не видели в реале Как она выглядит Какого она цвета Ну короче Вот такой Бледно-зелено-молочно Теплый Бледно-тепло-зеленый Цвет Сильно разбавлены Белилами Скажем так Гуашевыми И вот он Вот такой А та помадка У меня долго такая Играла Жила Долго не заканчивалась Она была такая Зелененькая Но когда ее наносишь Она на губах В итоге проявлялась Ярко Алым таким Я помню В 90-х годах Когда еще на механке жила В принципе До начала До середины апреля Этого года До 14 Апреля этого года Включительно Жила на механке У нас там Магазин Алиса был Он как бы и сейчас есть Но там внутри Периодически были Какие-нибудь такие Одельчики Какой-нибудь такой Декоративки И прочее И там Первый раз Вот именно там Покупала Такой вот этот Бальзамчик Который в итоге Проявлялся Каким-нибудь Феерическим цветом В общем Такой хороший Хорошо увлажняет Но лучше его Все-таки Наносить Под что-то Иначе Тут-то может Не особо И видно Да Я на вторую руку Пришла У меня есть Замечательный Вишневый Бальзам От Эльфа От Алены С Украины Украинской Косметики С вишенкой Черри Фреш джус Гигиеническая Помада И я Последнее время В основном Им пользуюсь Вот уже Вот столько Осталось Я могу сказать Ну Две трети Я уюзала Он как Вот бывают Такие карамельки Типа мечта Фея Вот он какой-то Такой вот Клубник Со сливками Я думаю Это вишня Со сливками Очень вкусный Такой бальзамчик Не я его не ем Но вот когда Наносишь Он вообще И он Оказывается Слегка розовый оттенок Дает Потому что Иногда мне кажется Прихожу с улицы Ощущение Что у меня на губах Что-то дофига Я его стираю Ватным диском Той же Мицелляркой От Алены С Украины Той же Эльфы И ватный диск Слегка розовый Но я его Наношу Как бальзам для губ Тупо как гигиеничка Вот вышла Там На тренажер Сходить Или Мусор выкинуть Чтобы губы Не обветрились Или иногда Просто дома Если чувствуешь А иногда Поверх него Помаду Если вот там Опять же Губы сухие Но надо заваять Какой-нибудь обзор Или куда-то Выпереться И мне охота Вот именно Какой-то помадой Намазюкаться А не только бальзамы Вот такая вот часть Большое спасибо Алене Очень он мне нравится Другие бальзамы Блески Дикие нички Тоже Не расстраивайтесь Вы мне тоже Очень нравитесь Так Это у нас уже Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восьмой Декоративка Для губ От подписчиц Это мне По-моему Дарила Первый Один из первых Лаков Который мне подарила Моя бывшая Подписчица И бывшая Знакомая Та, которая Подружка Лукьяновой Это у нас Какой-то Лак Golden Rose У него Оказывается Срок годности Закончился В апреле Этого года Но он Вполне себе Ничего Такой Интересный Цвет В принципе Мне нравится Такой Цвет Я не помню Как он Наносится Кисточка У него Широкая Наверное Он удобно Наносится Я не помню Как он Сохнет Ну Вот Спасибо тебе Бывшая Подписчица Хоть ты Меня Мне кажется Те люди Которые говорят Я тебя Не смотаю Стопудово Смотают Втихомолку Короче Спасибо тебе Бывшая Подписчица Он Клевый Так Это у нас Четвертый Лак Подписчицы Уси Бывшей Это у меня Бальзам Для куб От Лёльки Из Тюмени Это Тайский Бальзам Алоэ Верон Натурал Лип Лип Мой Короче Лип Натурал Он тоже Такой Типа Алоэ Вера Но он Очень похож По консистенции По аромату По вкусу На этот Тоже Какая-то Карамелька Вкусненькая Тоже Хорошо Очень увлажняет Кстати И тот И другой Я его Использую Или как Так Или Ну Как Офигенно Пахнет Или как Бальзам Я ведь Сытая Понюхала И хочется Съесть Как Бальзам Или как Основу Под макияж В смысле Основу Под губную Помаду Или как Ваню и Брест Вот такой Вот Отличный Вообще Бальзам Классный Шикарный Спасибо Лёльке Ну И это У нас Какой Уже По счёту Девятый Слушайте Я не знаю Как Люди С кучей Помад Мне Вот Этих Уже Вот Так За глаза И уши Это Бальзам Имени Меня Я пыталась Сделать Цветной Бальзам С красителем Пищевым Но У меня Весь Краситель Ушёл На дно В итоге То Что Было Сверху Я использовала Как Возле Ногтей Да Да Если Хотите Возле Ногтей Бальзам Для губ Жидкое В смысле Кусковое Мыло Жидкое У меня Пока Проблемно Короче Кусковое Мыло Какой Ни Там Тревяной Чай Тоники Они Живут Обычно Две Недели Не доедут До вас Потому что Почта России Идет В среднем Дни Пять Максимум Недели Две То Welcome To Hell По предоплате Лёля вам Что-нибудь Своят Короче Вот Такой Бальзам Для губ Типа Цветной Но В общем Какое-то Время Я его Пользовала До цвета Пока Не добралась Как Вода Ногтей А потом Уже Даже В принципе Местами Пользовала Как Цветной Такой Этот Самый Красненький Бальзам Спасибо Мне Что я Такая Рукодельная Вот Этот Лак Мне Задарили В подарок За какой-то Заказ Покупку Не помню Уже Чего Nail Polish Номер 3926 Кто Его делает Кайру Кайро ХЗ 17 Вообще Номер По-моему Это Какой-то Типа Япония Но Он Такой Интересный Он Молочно Розовый Удобная Кстати Кисточка Хоть и Он Такой Маленький Коротенькая И он В принципе Не сильно Долго Сохнет Ну И Как бы Интересный Такой Лак В общем Спасибо Спасибо Тем Кто Дарит Подарки В довесок Заказу Он У меня Уже Был В пустых Баночках Я думала Что я Его Выкинула Он Еще Живой Он Все Еще Пахнет Лимонной Карамелькой Он Все Еще Нормальный По Консистенции Он Наверное Вечный Вот Та Помада Зеленая У меня Закончилась А Это Вот Еще Нет Это У нас Романтичный Медведь С Алиэкспресс Ой Я Этот Не делала Сводчи Да Вот Этих Как Они Расстроятся Что Не Сделала Сводч Сейчас Делаю Я имею Вот Эти Блески Расстроятся Даже Зеленый Делала Этот Нет Ну Свой Самопальный Уж Не буду Доставать Там Неудобно Ногтем Придется Тут Получилось Что На Два Этих Ну Он Как Бесцветный В отличии От Карамельки Розовой В общем На Вот Этих Костяшках Вот Это Вот Рядом Слегка Розовеет Вот Это Вот И Сейчас Желтого Медведя Ну Он Тоже Как Б Прозрачный Просто Очень Охрененно Пахнет Он По Моему Даже По Консистенции Как Розовая Черри Как Украинская Эльфа Как Таиландский Вот Этот Вот Алой Ну Это Медвежонок Во У У Меня Еще Есть Нибея Японская Нибея Пахнет Лимончиком Но На самом Деле Это Грейтфрут И Мята Деликас Дели Деликас Деликас Короче Деликатная Капля Он Прозрачный Если Его Наносить На губы То Он Слегка Их Пощипывает Но Он Реально Прозрачный Реально Классный И Это От Алены С Украины С Первой Посылки Но Она Ездила В Японию Не буду Вытаскивать Но Его Короче Нафига Тут Еще И Чтоб Он Тоже Не Обиделся Я Тоже Сделаю Его Свою Хоть Он И Прозрачный Вот Где то Он У меня Одно Время Очень Часто Носился В сумочке Летом Но Вот Лето Закончилась Сумочка Простиралась На Экспресс Стирке Убралась Подальше До Следующего Лета Или Скажем Даже Так Мая Ну Где То В общем Две Две Пятных У меня Истрачены Его Отличный Вообще Ай Кайф Так Так Сейчас Будем Опять Читать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Десять Уже Блеска Помадов От подписчиков Ой Оно Отклеивается Вот Это Маленький Лак Розовый Сиат Мини С бантиком Нарисованным Уже От Лены Минск Тире Москва Тоже Подписчица Как раз Вот ее Лак Другой Вот здесь На ногтях И он Полосит Но мне сказали Что все розовые Лаки Полосят Не знаю Уж как Все Не все У нее Очень Маленькая Кисточка Но и За счет Широкой Вот этой Самой Кисточки Она Это Как бы Удобно Ее Наносить Но Как-то Я не Приноровилась Нему Или У меня Просто Слушайте Не поверите Я его Наполовину Истратила Я его Видимо Все-таки Тратила Но Как-то Не замечала Ну Учитывая Что тот Сам по себе Побольше Флакончик Тратила И тут Дофига Гелологи Что за Гелологи Не бневляпаться Тут Не поверите Оно еще Не высохло Но так капелькой Пытается Куда-то течь Этот Кельвин Кляйн И оранжевый У меня Тоже Слегка Растекся Хотя На губах Такого Не замечала Короче Отличный Маленький Лак Единственное Что он Если его Как-то Так В один Что-ли Слой Наносить То он Полосит Ну мне сказали Что розовые Полосят Ну Спасибо Леня За лак Пятый Лак От подписчицы Это вот Второй Лак Зато Заказ Или Не знаю Что У них 12 Миллилитров От CRKRU Номер 20 Японский Лак В принципе Удобно Наносится Средней Сухости Сохности Или как-то Так Ну короче Не быстро Не слишком Медленно Ну и не особо Быстро Что-то У меня Это когда-то Я сто лет Назад Покупала У него Давно Срок годности Откинулся Когда У него Откинулся Да Два года В октябре 2016 года Он у него Откинулся Хоть он И с блёсками Хоть он Наверное И Типа Считается Лак Топ Но он Мне нравится Я его просто Поверх Фигачу И его блёски Не такие Термоядерные В смысле Их удаляешь Они Попутно В других местах Тела Не находятся В итоге Вот такая Кисточка Не сказать Что он дофига Быстро сохнет Ну допустим Вот этот Лак Быстро сохнет А этот Ну Чуть-чуть За ним Поспевает То бишь Как бы Быстро Но Не настолько Так Это Даже не лак Это крем Какой-то Это бочонок От моей Бывшей Знакомой От Арифлейм Вот этот Арифлейм Бочонок Есть у них Хорошие бочонки А есть Такие Средненькие Просто чисто Из-за аромата Тут он Типа С мёдом Ну такой Химический Аромат Мёда Хотя Вот наверное Всё-таки На холодное Время года Даже химический Аромат Мёда Нормальный Идёт Периодически Вот летом Он у меня Ротный рефлекс Вызывал Он так у меня Ещё не доделся Он по-моему Сроком был До середины Девятнадцатого Года Я его в основе Пользовала Как увлажнитель Ногтей Иногда Как увлажнитель Пяток Но очень редко Больше как увлажнитель Ногтей И как бальзам Для губ В общем Спасибо тебе Моя бывшая Подписчица И знакомая Но Может быть Он у меня И зайдёт Зимой Короче Вот такой Бочонок Одиннадцатый По-моему Уже Это Бальзам Блеск Помада На Одиннадцатый Так Это у меня Пилка Резинка Зеркало Бальзам Для губ Имени Меня Правда Баночки Из-под Фаберлика Воск Пчалейный С личной Пасеки Потом Этот самый Кокосовое масло Которое Мне ещё Диляр дарила И Какие-то там Масла Нафига Ой Я же Этот самый Не затестила Вам Обидится же Человек В смысле Бочоночек Заодно Эту Сухую Костяшку Помажу В общем На Вот этом Безымянном Пальце У меня Вон там Этот самый Блестит Короче До колена Ну До вот этой Вот Может сказать Что это Колено Наверное Так Это На тенях Которые Мне дарила Или поменяшки В какой-то посылала Настя Зарецкая Я сваяла Блест для губ Ну Было два Есть два бочонка Они там На балконе лежат А этот В общем Короче говоря Немножко Все что осталось Все что не влезло Ну И он Такой Интересный Я его Как-то Тоже Ваяла На чем-то На воске На кокосе Не буду Доставать Такой Типа С блестками Попался Получился Так Что у меня Тут что-то есть У меня еще тут Что-то есть Не поверите Еще один лак От бывшей Подписчицы И знакомой Бывшей Стеллари лак Для ногтей Пина Нуар Тон 55 Тоже Интересный Такой Тон Но по-моему Это А вот Все-таки Я его открыла Я его через раз Открываю Он как-то так Задубивает Он Очень медленно Сохнет Он хорошо Накладывается Но он Очень медленно Сохнет И когда уже Думаю Что все Досох Можно вставать Раз И смазалась Все к чертовой бабушке Минут 20 Наверное Сохнет Какой-то ужас Вообще Ну Спасибо тебе Моя бывшая Знакомая И подписчица За подарок Шестой лак Шесть к одиннадцати Скажем так Дальше У меня уже Тут Помню Резиночки А что у меня Так мало Резиночек Было же больше Чем это Сюда Закидываю И у меня Тут осталась Единственная Паретка А тыфраши Которую я Заказывала Аж два года Назад Уже я Соответственно Очень ее Хотела Помню до сих пор Что за 540 Она мне досталась В два раза Меньше Чем стоимость И у меня был Какой-то бонус Там была Какая-то скидка Я короче Купила Два года Я в интернет Магазине Ифрашене Делала заказов И сегодня Вот это Такое вот Свершилось А когда придет Я сделаю обзор Внезапно Вот свершилось Такое Что я заказала Я очень хотела Себе Три лимитки Ванильку Это яблочко И это Чай Золотой Какой он там Голден Ти Но Не помню как Ой блин Простите Все таки Я зевнула Я пыталась Очень не зевнуть Но зевнула Но вы не переживайте В обзоре аниме Я тоже зевнула Я чуть в последнее время Так и зеваю Так и зеваю Так и зеваю Как снимаю Чего-то так зеваю Короче Этот Никто мне не дарила Самой мне очень хотелось Но душила жабой В итоге Я при души Как-то в общем Мы с ней договорились Жаба меня перестала душить И я заказала себе ровно Три вещи Из той категории Как По одной штуке Из каждой Любимой моей категории Там Гамажик Гелик для душа И масло Для душа Там еще Всякие подарки Но это уже Когда придет посылка Тогда я обозрю В общем Палетка Замечательная Гранд Руж От Ифра Ше Мне нравятся Помады Гранд Руж А тут Можно сказать Пять в одной Понятно Ну с кисточкой С зеркалом Красная Потом красная Кирпичная Такая Наверное Сливовая Потом Матово-сливовая И Что-то наверное Алое Не алое Что-то такое Короче В общем Вот это я больше всех Юзаюсь Ну я думаю Так вот Близи вам видно Он там даже Отражение Отражается Этот Вешалка Которую Никак не Договорюсь Человеком Что-б Пришел Прибил За монетку На которую Вешают Всякие Куртки Шубки Шарфики Шарфик Шарфик Типа Ну Такой Типа Как покрывало Палантин Шоли Хрен Узна Которым Я думаю Иногда Крываются Обезьяны Мои На одной Из обезьян Второй раз Зевнула Парик Я присобачила Который был В обзоре Аниме В общем Вот такая Вот Очень она Мне нравится Очень хорошая Помада И фрашет Из серии Гранд Руш В общем Вот такая У меня Моя декоративная Косметика Скажем так Сейчас я посчитаю Я думаю Что тут же Пять помад Пять помад Я буду считать Все и блески И бальзамы И помады Шесть помад Семь Восемь Даже те Которые Самопальные И уже Скажем так Местная Снятость В том числе Пустая баночка В смысле Что пустая баночка Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Из них Три самопальных Отлюли Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Ну что какая-то Летает Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать Один Двадцать два Двадцать три Слушайте Двадцать три Средства Для губ Этих Бальзамов Гигиеничек Блесков Тупо Для губ И помад Жидких Густых Твердых Жуть Лаков у меня Оказалось Слегка меньше Уже Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Десять Лаков Включая Тот Который Как бы Удобрение Ну и тут Вот эта Фигня Натаню Китаеву Тоже Постараюсь Ссылку Дать Она Такая Своеобразная Но может Кому По душе Придется В общем Вот такой У меня Тут Гламурная Косметический Бьюти Блогерский Обзор С руками Жуть 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 Всем спасибо Кто досмотрел до конца Всем отличного настроения Всем спасибо Просто так И всем пока